Наш университет занимает высокую позицию в сфере исследований по всему миру. Но на этом Юргу решил не останавливаться и открыл новую лабораторию, которая изучает мехатронику. Мехатроника – это область науки и техники, основанная на синергическом объединении узлов точной механики с электронными, электротехническими и компьютерными компонентами, обеспечивающими проектирование и производство качественно новых механизмов, машин и систем с интеллектуальным управлением, их функциональными действиями. Это новая лаборатория, новые направления, которые мы начали в нашем университете 5 лет тому назад. Сегодня она у нас вышла на международный уровень, потому что вот эти мехатронные системы, они присутствуют во многих производствах, металлургических производствах, технологических производствах, химических производствах и так далее. То есть очень широкий спектр направлений, в которых такие специалисты нужны. Как отмечает Александр Леонидович, такие специалисты необходимы на всех крупных предприятиях нашего города и области. Это не просто сбор по верхам вот этих направлений, оно имеет перед собой глубокую научную составляющую. И как эта мехатроника имеет каждый год на перспективу хорошей научной работы в этом плане, поэтому здесь очень хорошее направление. В учебной лаборатории представили различные макеты рабочих станков, которыми пользуются на заводах России и зарубежья. Здесь представлены именно те образцы техники, которые находятся сегодня на современных предприятиях, в современных цехах. Здесь вот и линия, моделирующая цех, передачу, заготовок, передачу изделий по линии цеха, который управляется современными средствами автоматизации, контроллерами мирового лидера, это фирма «Сименс». Это есть робот-манипулятор в лаборатории фирмы «Кука», который используется на большинстве машиностроительных предприятий, в линиях машиностроительных предприятий у нас, в том числе и на «Изово-Бегон». Александр Шостаков рассказал, что в ближайшее время университет сосредоточится на тематике цифровой индустрии, то есть использование цифровых технологий, биндейта и глубокой обработки информации для того, чтобы сделать производство более эффективным. Также Александр Леонидович отметил, что в этом направлении у нашего университета есть хорошие компетенции.